Друзья, всем привет! У нас начинается горячая пора за обои индейки. Будем убирать самых 4-х месячных. В прошлом году мы мучились, их ошпаривали в нашем небольшом шпарчане для броллера. О его изготовлении был уже ролик, подсказка в углу экрана и в описании под видео, ссылка на этот ролик. Поэтому решили изготовить свой шпарчан для индейки. Я уже говорил, что покупать шпарчан готовый, изготовленный каким-то производителем, каким-то предприятием, не вижу целесообразным для себя, по крайней мере, потому как платить за бак с нагревателем и с термометром в районе 12 тысяч, а для индейки, наверное, еще дороже он стоит, я не интересовался, для нас этот вариант неприемлем. Поэтому мы взяли и изготовили его сами. Я хочу поделиться с вами информацией о его изготовлении. И, возможно, вам будет полезно, вы сможете повторить и сделать то же самое за небольшую сумму денег. О стоимости этого бака я скажу в конце ролика. Давайте по порядку. Значит, что он из себя представляет? Из себя представляет он простой бельевой бак, я так понимаю, это, да? Только не на 80 литров, как у меня для броллеров, а на 110. Вот кому нужно изготовитель на этикетке, поищите. Найти его непросто, скажу сразу. Бывает он редко в некоторых хозяйственных магазинах. Я вот увидел, сразу приобрел. Тен я сюда поставил на 2,5 киловатта, так как объем воды в этом баке будет значительно больше, чем в том маленьком бролерном. Поэтому, чтобы грелось это хотя бы так же по времени, мы поставили 2,5 киловатта сюда. Тен сюда можно поставить больше мощности, чтобы шпарчан выходил быстрее на рабочий режим. Единственное, учитывайте состояние вашей стационарной проводки, чтобы она выдерживала эти нагрузки. Я не ставил сюда сильно мощный тен, так как у меня шпарчан выходит на рабочий режим с помощью подогрева снизу газовой плиткой. Я об этом подробно рассказывал в ролике об устройстве бойни. Ссылка будет в описании под видео и подсказка в углу экрана. Далее, что еще здесь есть? Значит, вот термодатчик. Термодатчик выполнен немного другой конструкцией, не тот, что у меня стоял на шпарчане для бролера. Это простой термометр, который продается в магазинах по водоснабжению и отоплению. Значит, смотрите. Соответственно, нужно подобрать, чтобы он показывал диапазон необходимой вам температуры. Вот в данном случае это от 0 до 120 градусов. Я сначала приобрел вот такой вот термометр. Никаких других вот более компактных я в тот момент не находил в городе и купил такой. Но потом чисто случайно в одном магазине увидел вот такой термометр. Вот производитель. Не знаю, хороший, плохой. В чем, значит, отличие? Вот этот датчик, он, видите, длинный. Если бы я сюда его врезал, то, мне кажется, вот эта вот часть, которая была внутри бака, она мешалась бы. То есть я задевал бы индейкой, тушкой там и так далее. Это было бы нехорошо. Поэтому, когда я увидел такой же термодатчик, но гораздо короче, посмотрите, я его купил и поставил. А этот у меня, получается, будет лежать, ждать какого-то другого своего применения. Как вариант? Как вариант можно использовать вот такие датчики с Алиэкспресса, да? То есть, ну, допустим, несколько раз вы проконтролировали температуру, и уже у вас ТЭН автоматически будет регулировать, поддерживать заданный диапазон. Я не сказал, что ТЭН с терморегулятором. Здесь мы можем установить необходимую температуру, да? Ну, скажем, диапазон, при которой будет включаться у нас нагреватель. И до достижения какого-то предела будет выключаться. Как доработать этот терморегулятор, я скажу сейчас чуть позже. Так, все, значит, по термометрам я сказал. Да, еще раз говорю, вот такие с Алиэкспресс. Можете ими контролировать температуру. Это не так удобно, потому что надо держать. А здесь он у вас установлен стационарно, и вы постоянно видите температуру. Так, далее, что в этом баке еще есть? Через него не будет просачиваться вода? Ну, если вы правильно установите, то не будет, конечно же. Я сейчас расскажу по установке. Значит, далее, что у нас здесь еще есть? Еще у нас здесь есть кран, чтобы этот бак не ворочить, да? Он, суки, 110 литров. Открыли, слили то, что осталось ниже этого крана. Потом просто перевернули, выплеснули, ополоснули, помыли, все. Так, теперь вот смотрите, тен закрыт решеткой. Решетка это от какого-то холодильника старого советского. Полка. Полка, да, бывшая. Я ее изогнул таким образом и поставил сюда вовнутрь, как защита тен у нас идет. То есть мы сюда окунаем тушку, чтобы не повредить сам тен, эта решетка будет ограничивать попадание тушки на нагревательный элемент. Так, далее. Ну, соответственно, бак с крышкой, да? Что удобно, если у вас бак стоит в помещении, чтобы не парил, чтобы быстро не остывал, крышечка присутствует. Вот такая незатейливая конструкция, как бы у нас получилась, должна работать надежно, потому как на примере нашего первого бака для бройлеров, сколько уже прошло, два с половиной года, безотказной работы. Тот стоил в районе двух тысяч вообще, да, по-моему, идет так. Так, теперь по изготовлению. Основные моменты. Смотрите, что нам понадобится, значит, для изготовления. Для изготовления нам понадобятся вот такие две коронки. Для металла. Значит, первая диаметра у нас на 20 мм, а вторая диаметр на 40 мм. Вот диаметром на 20 мы сверлим два отверстия под кран на 1,2 дюйма и под термодатчик. А вот этой коронкой мы сверлим отверстие под тен. 40 мм. Далее, значит, нам понадобится, соответственно, сам кран, сам термодатчик, который я сказал, и вот такая гайка на одну-вторую. Это гайка VALTEK вот с такой широкой юбкой. Для чего юбка, для того, чтобы вам более надежно загерметизировать это вот резьбовое соединение. И гайка на дюйм с четвертью для крепления тена. У меня здесь она чугунная, кривая косая, но все равно мне удалось загерметизировать довольно-таки плотно. Это соединение течи нет. Если она будет стальная с внутренней фаской, это будет еще лучше. Теперь по герметизации всех этих соединений. Значит, я не использую никакие резинки. Из практики они текут. Потому как у нас как бы сферическая здесь, да, или как полукруглая поверхность. Загерметизировать резинку ее очень сложно. Поэтому я везде использую простой, надежный, проверенный способ. Это сантехнический лен. В данном случае даже без пасты. Потому что он без пасты тоже выполняет полностью свою функцию здесь. И как бы, ну, нет смысла мне здесь было пачкать руки. Как бы я просто чисто лен намотал. Лен я наматывал прямо на кран. Потом с намотанным леном закручивал его в это отверстие. Оно по диаметру совпадает с резьбой крана. Вот. И уже вот с этой стороны, вот видите, лен торчит. Я фиксировал гайкой. Лен не подматывал, его здесь оказалось достаточно. И зафиксировал просто гайкой. То же самое вот здесь, с этим датчиком. Единственное, что вот эта юбка, вот эта вот колба, да, колба, наверное, назовем ее, она, ее нету, грубо говоря. Мне пришлось использовать сюда вот такую подкладку. Я закрутил, значит, вот эту гайку, предварительно срезав вот часть вот этих вот граней, да, чтобы она была у меня поуже. Потому как мне могло не хватить резьбы, чтобы здесь ее с этой стороны зафиксировать. Понимаете, да, о чем я? В общем, короче, я вот здесь чуть подрезал, накрутил гаечку эту, сюда установил эту вот колбочку. И с этой стороны также зафиксировал гайкой, под которую намотан лен. Ну, все, ничего не течет, все герметично. Так, здесь, это здесь, да, рассказал. С теном мы поступили точно так же. Тен сюда закрутили. С этой стороны на резьбу намотал я лен, в этот раз с пастой, потому что здесь такое соединение. Ну, гайка, я говорю, некачественная, для надежности я еще здесь намазал пастой. И все, и зафиксировали тен этой гайкой. Тоже ничего не течет. Так что вот рекомендую использовать лен. Как резинки сюда я не пытался ставить, они все равно текут. Вот поэтому лен самый надежный способ герметизации этих соединений. Так, теперь о тонкостях. Значит, тонкости какие? Ну, про эту тонкость я рассказал, да, что вот сюда, вот под эту колбу нужно поставить гаечку. Не гаечку, ну да, гаечку, только отпилив лишнее, чтобы вам хватило резьбы для фиксации с противоположной стороны. Здесь же, вот смотрите, при подключении тена я так же, как и на предыдущем своем шпарчане, сделал заземление. То есть я подсоединил заземляющий провод вот к корпусу самого тена. Здесь, значит, что делается? Здесь сверлится отверстие, по-моему, 3 мм, если я не ошибаюсь. Вот в грани этой гайки. Аккуратно, неглубоко, чтобы не повредить изоляцию самого тена. Вот, просверлили отверстие, значит, сделал я петельку, да, ее опаял, чтобы она держалась, и зафиксировал провод заземляющий вот таким саморезом. Если у вас стоит защитное устройство какое-то, да, в сети электропроводки стационарной, то оно сработает, если у вас тен будет пробивать на корпус. Вот, так что не пренебрегайте безопасностью, потому как это не шутки. Еще такой момент, что вот сюда желательно придумать какую-то крышку, чтобы обезопасить себя от прикосновения вот к этим оголенным контактам, которые под напряжением будут. Либо самый простой вариант, залить их силиконом. Я этого не делаю, потому как помню об этой опасности, и у меня шпарчан стоит таким образом, что эти контакты, они у меня развернуты к стене, и я не имею к ним прямого доступа. Теперь расскажу, как сделать так, чтобы этот терморегулятор работал в большем диапазоне температур. Чем он предназначен? Более подробно есть у меня ролик, подсказка в углу экрана, и в описании под видео будет. А если коротко, то значит смотрите, что нам требуется сделать. Здесь вот указано, что температура нагрева до 80 градусов, но по большому счету греет он до 65. Вот у меня, что сколько тенов не было, получалось где-то вот до такого предела греет. Поэтому, чтобы грело хотя бы там до 70, нам нужно что сделать? Нам нужно извлечь вот это колесико. Здесь, видите, сектор ограничивающий. А на колесике есть такая пимпочка, которая упирается вот в эти ограничители. И чтобы работал тен, у нас нагревал выше температуру, мы просто берем и вот так откусываем этот ограничитель. И теперь у нас, мы вставляем, соответственно, все это на место, фиксируем. И теперь он у нас крутится на все 360 градусов, и мы можем чуть увеличить его диапазон работы. Ну, в верхнем пределе, да, там, грубо говоря. Я не пробовал на максималку, но до 75 он начинает гореть легко. Но нам, в принципе, нужна температура 65-70. Вот так. Даже если это лето, то 65. Если зима, то вот бывает и до 70 я выкручиваю, чтобы грел бак до 70 градусов. После такой модернизации наш терморегулятор должен работать и в диапазоне температур для ручного ощупа, то бишь в районе 80 градусов. Ну, теперь о самом интересном. Во сколько же обошелся нам этот шпарчан, который работает в автоматическом режиме, поддерживает заданный диапазон температур и не требует никакого нашего участия в этом? Итак, сам бак обошелся в 1380 рублей. ТЭН с терморегулятором в 750 рублей. Датчик температуры 420 рублей. Примечательно, что первый датчик я купил за 220, почти в два раза дешевле. Кран я купил в Костораме по акции за 170 рублей. Так, он в районе 250 стоил. Я купил 4. Вот один из них использовал сюда. Ну и провод. Ну, провод сколько? 100 рублей я заложил с розеткой. Сюда можно использовать провода, которые у нас остаются от неисправных электроприборов. Когда выходит какой-то электроприбор из строя и не подлежит восстановлению, я просто отрезаю вилку с проводом и вполне можно было бы сюда использовать вот такой вариант. Сечение провода неплохо было бы 2,5 квадрата, но сюда можно и полтора. Это нестационарная проводка, замурованная стену. Здесь вы, как бы, видите, можете наблюдать за состоянием провода и ничего страшного в этом не будет. Итак, получается у нас итого 2820 рублей за автоматический шпарчан. У вас, возможно, будет что-то дороже, что-то дешевле, но в любом случае это значительно дешевле, чем приобретать шпарчан заводского изготовления. Ну, а по функциям своим, ну, не знаю. На мой взгляд, он ничем не отличается от того дорогого, какой мы можем с вами приобрести у производителя какого-то. Все на этом. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. Надеюсь, этот ролик был вам полезен. Всем пока. Но пасарам.